Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия На аллее выдающихся полководцев российского государства открыли бюст нашему земляку генерал-майор авиации, герой России Канамату Баташеву. Канамат Хусеевич принял свой последний бой 22 мая 2022 года за штурвалом истребителя Су-25 в небе над Донбассом, спасая попавшего в окружение российских бойцов. О его героическом поступке напомнил присутствующим на митинге первозаместитель руководителя администрации главы правительства республики Марат Хубиев. 22 мая 2022 году в районе города Попасное генерал-майор авиации с подзывным Канамат услышал по рации, что штурмовая группа наших войск попала в окружение. Ребята просили поддержку. Все понимали, что для того, кто решится им помочь, это будет последний вылет в жизни. Канамат Хусеевич не мешкал ни минуты. Он атаковал позиции врага, вызвал товарищей и погиб. Вражеская ракета попала прямо в носовую часть самолета. «Ты можешь быть кем угодно – моряком, дворником, летчиком, такелажником, но ты должен быть лучшим!» Такими словами наставлял его отец Хусей Ильясович, когда он сообщил ему о том, что он поступил в Ельское высшее военно-авиационное училище летчиков имени Комарова. Он действительно был лучшим. И не зря командиры говорили про него. У Баташева есть то, чему можно научиться только от Бога. В сельхозпредприятиях республики продолжается подготовка техники к предстоящим весенним полевым работам. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии числятся 2 119 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 467 тракторов всех модификаций, 106 единиц зерноуборочных комбайнов и необходимое количество сельскохозяйственного инвентаря, требующегося по технологии для возделывания сельскохозяйственных культур. Тракторный парк в республике ежегодно обновляется. За 2022 год хозяйством региона приобретено 50 единиц техники, среди которых 21 колесный трактор, 4 зерноуборочных и 1 кормоуборочный комбайны, а также 24 единицы прочей техники. С наступлением благоприятных погодных условий мэрия Черкеска приступит к ремонту более 13 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работа запланирована на 28 участках городских дорог, выбранных в соответствии с обращениями горожан. В республиканской столице, благодаря приоритетному нацпроекту «Безопасные качественные дороги» уже отремонтировано более 50 километров дорог, среди которых как основные агломерации, так и участки в частном секторе. В прошлом году плиткой выложили около 25 тысяч квадратных метров тротуаров, а еще раньше отремонтировали свыше 13 километров. Эта работа также будет продолжена. Более 25 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии собрали власти региона. Это первый груз для пострадавших стран, отправленный из Карачаево-Черкесии. Но при необходимости власти и неравнодушные жители республики готовы собрать и другие товары для отправки, рассказала советник министра промышленности, энергетики и транспорта региона Анна Попова. Ассоциацией «Во благо» было собрано около 3 миллионов рублей для покупки жизненно необходимых товаров для пострадавших. На эти средства волонтерами и сотрудниками фондов было закуплено несколько сотен обогревателей и термосов, детское питание, средства личной гигиены, одеяло, бензиновые генераторы – все, что может пригодиться пострадавшим в зимний период. По поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисбевича Тимрезова в соответствии с запросом Минобороны России правительством был сформирован гуманитарный груз для пострадавших жителей. Непосредственно было собрано более 25 тонн груза. В груз вошли такие необходимые вещи, как палатки, спальные мешки, постельные принадлежности, посуда, медикаменты, продукты питания. Хотелось бы отметить общественную организацию «Мы вместе», которые собрали около 3 миллионов рублей и приобрели гуманитарный груз, который вошел в общий тоннаж. Региональное отделение социального фонда уже перечислило первые специальные выплаты, которые правительство Российской Федерации установило для медиков с 1 января этого года. На сегодняшний день средства перечислены на работе к первичному звену здравоохранения центральных районных и участковых больниц, а также сотрудникам станции и отделений скорой помощи. Общая сумма надбавок превышает 7 миллионов рублей. Ее получили 900 работников. Об этом рассказала начальник управления реализации социальных программ и страховых выплат отделения социального фонда России по Карачаево-Черкесии Ирина Машкова. Настоятельно обращаться в клиентские службы фонда, подавать заявление или предоставлять справки нет необходимости. Отделение социального фонда перечисляет средства в течение 7 рабочих дней на банковские реквизиты, которые направляются медицинскими организациями в адрес социального фонда. Новая выплата полагается медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральным районным, районным и участковых больниц, а также работникам станции скорой и медицинской помощи. Размеры выплаты варьируются от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. В зависимости от категории специалиста и вида организации. Медицинские организации направляют электронный реестр сведений на работникам, в котором эта выплата полагается, в которых указаны сумма, которую необходимо перечислить работнику, а также банковские реквизиты, необходимые для перечисления специальной социальной выплаты. 6 марта в Карачаево-Черкесии состоится открытие года педагога и наставника. Торжественное мероприятие пройдет в здании Республиканской государственной филармонии. Мероприятия по открытию года педагога и наставника пройдут и в каждом муниципальном образовании республики 6 по 10 марта. В этом году в республике откроется около двух десятков центров точка роста. Сейчас в Карачаево-Черкесии их функционирует 113, а в текущем году добавится еще 18. Благодаря их работе порядка 1400 школьников из сельской местности получат площадки для творчества и общения, попробуют на практике профессии инженера-работотехника, программиста, шахматиста, химика и биолога. Будут самостоятельно изучать, творить и создавать, откроют новые возможности, найдут для себя новые увлечения. Кроме того, в этом году 17 образовательных учреждений будут оснащены новым современным цифровым оборудованием. В Управлении Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии прошла пресс-конференция, посвященная проведению республики иммунизации против полимелита. В 2002 году Россия была сертифицирована как страна, свободная от полимелита и сохраняла этот статус в течение последних 20 лет. Однако сейчас циркуляция вируса вновь принимает опасный характер. Прервать его распространение может только дополнительная иммунизация. В связи с этим планируется вакцинировать в Карачаево-Черкесии детей в возрасте от 3 месяцев до 9 полных лет. И тут принципиально важно, чтобы дети, получившие менее трех доз вакцины от полимелита или отказавшиеся от нее, были разобщены от привитых, сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Таева. В школах нет такой архитектурной возможности разъединения детей. Отдельные классы это либо нужно, может быть, сменную какую-то систему вводить. Поэтому решили пойти таким путем. Мы предлагаем детям дистанционное обучение. На базе нашего РИПКРУ есть возможность, есть оборудована студия, которая может вещать на всю республику. И без ущерба для образовательных организаций мы предоставляем самых лучших учителей, это мы можем гарантировать. Буду сейчас говорить о детских садах. Каждый муниципалитет вырабатывает, скажем, свой взгляд на эту ситуацию. Поясню, есть наши садики, все построены таким образом, что они имеют возможность изолировать группу. Мы предложили организовать такие группы в каждом детском дошкольном образовательном учреждении. Но есть маленькие садики, поэтому им предложено перейти в другой садик, где такая группа есть. И третий вариант тоже в согласии родителей или законных представителей, когда ребенок, родители говорят, мы посидим просто этот период дома. Как врач и как мать, я за вакцинацию. Так говорит о прививках врач-педиатр Жанна Нанаева. Со своими пациентами она может обсуждать вопросы вакцинации, приводя профессиональные аргументы. Но когда дело касается ее семьи, этот вопрос даже не стоит. Все дети врача привиты, в том числе от полиэмилита. Все мои пациенты в курсе моего отношения к вакцинации, это отношение не только мое, на мой взгляд, это отношение к любого здравомыслящего врача. Потому что в наше время, имея в арсенале вакцины, которые препятствуют вспышкам очень серьезных болезней, не вакцинировать ребенка, мое отношение, что это неправильно. Поэтому, как мать троих детей, я просто хочу рассказать, что мои дети привиты помимо национального календаря, еще сверх календаря. Я своих детей прививаю от петрианки, от вируса гепатита А, привила уже от мини-кокковой инфекции, прививаю от гриппа каждый год, от ротовирусной инфекции прививала младшего ребенка. Поэтому мое отношение только за. Сейчас не совсем простая эпидемиологическая ситуация у нас в плане, что очень много отказников от вакцинации, очень много. Плюс этот ковид внес свои изменения в график вакцинации наших детей, плюс ситуация, которая связана с миграцией населения, с беженцами. Это все откладывается и отпечатки на ситуацию сейчас. И есть риск распространения или проявления болезней, которых не было очень много времени. Поэтому вот эта туровая вакцинация, которая сейчас у нас проводится, на мой взгляд, она очень важна, потому что наши дети должны получить вот эту оральную цену, а с туровой вакцинацией именно оральной, чтобы сформировать коллективный иммунитет и надежную защиту наших детей. В этом году ВПР пройдут с 1 марта по 20 мая. При этом школы будут самостоятельно определять конкретные даты проведения проверочных работ, но в рамках установленного расписания. Период проведения ВПР в текущем году начнется с 10 и 11 классов. С 1 по 25 марта ученики 10 классов будут сдавать географию. Ребята 11 классов будут писать историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки. В расписании у 11 классов также стоит единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам. Проводить ли ВПР для учащихся 10-11 классов, как и в предыдущие годы, будут решать сами образовательные организации. Уникальный физкультурно-здоровительный комплекс в Тиберде и 4 спортплощадки появятся в Карачаево-Черкесии в этом году. Монтаж первого в республике блочно-модульного фока стартует в этом году в Тиберде. Его уникальность заключается в том, что это быстровозводимое спортивное сооружение по качеству и сроку эксплуатации не уступает капитальным постройкам. Это будет современное здание, в котором предусмотрены необходимые помещения для работы спортивного учреждения. Комплекс будет оснащен необходимой мебелью, игровой площадкой с покрытием и спортивным оборудованием для игр в футбол, баскетбол и волейбол. Кроме того, в текущем году планируется строительство четырех многофункциональных спортивных площадок в аулах Саратюз и Вакожили в поселках Правокубанском и Заречном. Республика Дома Культуры Вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть Дом Культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать Дом Культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, Дома Культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику. То есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый Дом Культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. Начался самый строгий православный пост, а также самый продолжительный. Великий пост длится 48 дней в этом году с 27 февраля по 15 апреля. Во время поста нельзя употреблять пищу животного происхождения. Есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Но стоит при этом помнить, что цель Великого поста заключается не в диете, а в покаянии, общении с Богом, молитвах и помощи ближним, комментирует благочинный Северного Карачаево-Черкесского церковного округа Александр Нартов. К большому сожалению, большинство людей, которые постятся, совершают это лишь в рамках собственного тела. То есть ограничивать себя в пище. Люди, которые чуть-чуть более воцерковленные, стараются как-то ограничить себя в каких-то излишествах. Ну а самым лучшим постом является приучение себя к регулярному посещению храма, регулярному причастию, регулярному исповеди в своих грехах. И дополнительным инструментарием будет ограничение себя в пище. Дополнительным инструментарием будет ограничение в каких-то лишних мероприятиях, увеселениях и так далее. Телемарафон «Народный фронт. Все для победы» прошедший в эфире телеканал Архиз-24 за 8 часов эфира собрал 2 миллиона 635 тысяч рублей. Организатором выступил единый республиканский штаб при главе республики. Кроме перечисленных средств перенесли квадрокоптер, рации, печки-буржуйки, теплые вещи и много другого необходимого бойцам на передовой. Студенты колледжа «Профессионалы» из станицы Зеленчукской привезли 4 печки-буржуйки. Компания «Склад заморозки номер один» поделилась продуктами. Профсоюз работников образования региона закупил квадрокоптер, а жительница Черкеска принесла связанные носки. Члены регионального штаба «Народного фронта» предоставили рации для связи. Всех тронула история школьника Исмела Зикеева, отдавшего на нужды бойцов деньги из своей копилки. Информацию комментирует руководитель регионального исполкома «Народного фронта» в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Хочется поблагодарить, во-первых, главу республики, под эгидой которого проводится телемарафон. Весь оргкомитет – это те люди, которые помогали организовывать и проводить сегодня и до сих пор на связи с нами, со всеми. Отдельно хочу выделить коллектив «Архиз-24» телеканала, который практически весь коллектив был задействован в грандиозном мероприятии. Хочется поблагодарить всех, кто поучаствовал в марафоне и путем перевода денежных средств, путем прихода сюда к нам в «Народный фронт» и кто принес свою помощь. Также благодарю всех гостей и участников марафона, которые призывали участвовать жители республики, присоединиться к нашему общему единому делу. Давайте будем едины, давайте вместе продолжать делать добрые дела. Марафон на сегодня завершен, но сбор и помощь продолжаются. Госавтоинспекция МВД по Карачаево-Черкесии информирует об изменении в организации дорожного движения по улице Красноармейской в Черкесске. Теперь от переулка Союзного в сторону улицы Красноармейской установлен знак «Движение запрещено». Со стороны улицы у Маралиева установлен знак «Въезд запрещен». Действие установленных знаков применяется в рабочие дни, но по выходным дням движение осуществляется, как и прежде, без ограничений. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!